В это воскресенье День Почты России. В наше время это ведомство больше ругают, чем хвалят. Широко мнение, что почта уже потеряла свою актуальность из-за возможностей интернета. Однако это совсем не так. Почтой все так же пользуются и будут пользоваться еще долго. А работы в отделениях связи только прибавляется. О почте сегодняшнего дня наш репортаж. Староскольская почта не стоит на месте. В прямом смысле слова. На днях в округе заработало передвижное отделение связи. Почта мобиль на базе «Газели» напичкан всем необходимым. Автономной электростанцией, компьютером с интернетом, а еще кондиционером, холодильником и умывальником. Через пункт на колесах можно отправить посылку или перевод, оплатить коммунальные услуги, приобрести конверты и даже кое-что для дома. Он совмещает в себе и функции автолавки. Мы очень рады, довольны, что здесь появилась у нас эта передвижная почта России. То есть все доступно нам поблизости, наш вот им первый дом. Почта мобиль делает остановки там, где стационарных отделений связи пока нет. Например, в молодых районах ИЖС. Или уже нет. В нескольких малочисленных селах пункты закрыли по причине нерентабельности. Начальник передвижного отделения Вера Григорова делится. Если в городе новшества на колесах встречают прохладно, то для жителей отдаленных хуторов это целый праздник. Такая разъездная работа по душе и ей самой. Интересно и не сидишь на месте. Вот мы неделю ездим. Люди, конечно, не привыкли и порой его обходят стороной. Приходится самим знакомиться. Алло, Почта России. Здравствуйте, слушаю вас. Кипит работа и в стационарных отделениях. Через Оскольскую почту ежемесячно проходит больше миллиона почтовых отправлений. Пункт номер 16 на Макаренко – самый большой в городе. Зона обслуживания – 10 микрорайонов, включая кварталы ИЖС. Галина Весельева у руля отделения уже 10 лет. Общий стаж на почте – 30. Она, как никто, знает секрет успешной службы. Сколько лет работаю, я ни одной жалобы не заработала в отделении в своем почтовой связи. Стараюсь и подойти к каждому клиенту со своей стороны. Уже знаешь, какой клиент пришел, кто обратился. Уже его понимаешь даже с дороги. Объем работы на почте с каждым годом все прибавляется. В последнее время к сотням тысяч писем, телеграмм, бандеролей добавились интернет-покупки. Чтобы все успевать, почта тоже должна идти в ногу со временем. В ближайший год – год перемен, утверждает руководство. Придут новые технологии, которые улучшат прием-отправку услуг, быстроту доставки. А ветераны почтовой связи с легкой завистью смотрят на современную почту, вспоминая былые, непростые времена. С лошадки были, в селе на лошадках возили. Тут мы тоже на себе носили эту почту, подвозили им когда-то. А теперь все уже механизировано стало у них. Даже посылочки оформлены, смотрите, как красиво. Не то, что у нас было шпагатом деревянные, мы их обрабатывали, как они набирали. И сортировка сейчас, все автоматически сортируется. Ну, очень красиво. Надежда Чепалова 33 года проработала в отделе кадров. Говорит, осталось кое-что общее для всех времен. Низкие зарплаты, оттого и текучесть кадров. Средний размер оплаты труда по прошлому году – 12 тысяч рублей. На сегодняшний день мы одни из самых низкооплачиваемых. Мы надеемся на это и ждем, и, скорее всего, этот вопрос в 2015 году будет решен. Почти армия сотрудников, около 600, больше 70 отделений, обслуживают 300 тысяч населения. Староскольский почтамт включает и территорию Чернянки. Лучшим почтовикам в честь праздника вручили министерские, ведомственные и городские награды. Спасибо. Спасибо. Спасибо.